МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ-сфера время городских новостей. Здравствуйте! В студии Ольга Авилкина. Показатели готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду объектов социальной сферы и жилого фонда, котельных и тепловых сетей, дорожной спецтехники и водных коммуникаций в Харциске и городах-спутниках неуклонно растут и к 1 августа должны составить 60%. Об этом и не только сегодня на аппаратном совещании докладывали руководители местных администраций Большого Харциска. Отчеты чиновников местных администраций и руководителей предприятий коммунальной сферы регулярно рассматриваются на заседаниях штабов как в Донецке, так и на местах. Подготовке к осенне-зимнему периоду в республике в целом и в Харциске в частности уделяется особое внимание. Выполнены запланированные мероприятия и оформлены паспорта готовности на 178 жилых домов из 385. Подготовка котельных идет по плану. С актами готовности уже 12 единиц. Подготовка тепловых сетей по теплосети тоже в плане. Вызывает опасения подготовка к осенне-зимнему периоду относительно компании воды Донбасса. Отсутствие рабочей силы, дефицит техники. Все необходимые заявки переданы в Минстрой. В Харциске к отопительному сезону подготовлены 20 объектов социальной сферы, что составляет 50%. Благодаря помощи наших побратимов из Нижегородской области, с существенным опережением графика идет ремонт дорог. Чего не скажешь о темпах пополнения запасов посыпочного материала. По состоянию на 15.07 наличие посыпочного материала составляет 46 тонн. Нам необходимо полторы тысячи тонн. Заявка в Минстрой подана. Обсуждалась даже 15-го числа, обсуждалась на штабе в Минстрое. Поднимали все города, поднимали эти вопросы. Значит, на сегодняшний день ответа нет, но интенсивно этим вопросом занимаются. В Зугрессе 57,5% жилого фонда подготовлено к зиме, сообщил глава администрации города энергетиков. Социальная сфера подготовлена на 64,3%. На объектах теплоснабжения работа выполнена на 50%. Отставание идет по водоснабжению и водоотведению, выполнено на 20,3%. На территории города с 11 июля в результате боевых действий зафиксировано провеждение остекления объектов жилого фонда социальной сферы. Информация у нас есть, она обновляется, все заявки по остеклению, по стеклу были сброшены на Минстрой, ждем от них материалов. В Иловайске из шести котельных к отопительному сезону готовы четыре, из трех детских садов пока только один. Мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим и ускоримся по подготовке к зиме, так как на этой неделе была получена наша заявка, отработанная Минстроем. В результате мы получили 202 листа шифера. Также мы планируем до 22 июля на этой неделе забрать 520 метров пластиковых труб разных диаметров, таких как 25, 32, 40, 50 и 110. С отставанием от графика ведет работы Иловайское строительно-монтажное эксплуатационное управление. Существенную помощь СМЭУ оказывают нижегородцы, взявшиеся заменить 1400 метров аварийного водовода. Вопрос мы поднимаем на каждом совещании по поводу передачи сетей СМЭУ на баланс КП «Вода Донбасса». Сегодня очередное такое совещание будет в Донецке. Я надеюсь, мы эту ситуацию победим. Аварийные бригады компании «Вода Донбасса» на минувшей неделе не раз выезжали в Зуевку. 11-13 числа силами работников «Воды Донбасса» были устранены два порыва по улице Вознесенского. Также 13-го числа во время проведения работ имя же был устранен очень серьезный порыв по улице Комсомольская. Сработали очень оперативно. Перебоев с водой нет. В этом плане напряженности тоже нет. Проблему нехватки питьевой воды сегодня остро ощущают жители десятков населенных пунктов Донбасса. В их число уже не первый месяц входит Иловайск. Подвоз технической воды машины МЧС осуществляют в поселке Водобуд и Николаевку. Вчера Харцизская больница получила российскую вакцину от коронавируса. В гуманитарной поставке, призванной предупредить ожидаемую волну опасного заболевания, два вида препаратов. Однокомпонентный «Спутник Лайт» и двухкомпонентный «Гамковид Вак», больше известный под маркой «Спутник Ви». В республике возобновлена прививочная кампания против коронавируса. Для иммунизации граждан открыто 62 пункта. Вчера вакцину привезли и в Харцизг. Так что с сегодняшнего дня желающих получить иммунитет против опасного вируса ждут в том числе и в прививочном кабинете Центральной городской больницы. Вчера во второй половине дня мы получили вакцину. Вакцина всех видов. И «Спутник Ви» и «Лайт» приглашаем на активную вакцинацию. В целом, на сегодняшний день в Харцизге сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости, констатируют медики. За прошлую неделю зафиксирован 51 случай заражения ОРВИ. Половина заболевших – дети. Всего один раз за минувшие семь дней медики поставили диагноз пневмония. Так что сейчас самое подходящее время для прививки от коронавируса, поскольку осенью кашляющих и чихающих граждан будет в разы больше. В одном из весенних выпусков городских новостей мы уже рассказывали вам о программе «Навстречу крохи», утвержденной в феврале этого года Министерством здравоохранения ДНР. Напомню, проект Минздрава направлен на поддержку женщин, состоящих на учете по беременности в учреждениях здравоохранения Республики, а также женщин в родах. За пять месяцев реализации программы более 7 тысяч женщин стали ее участницами. Оценили все плюсы проекта и пациентки Харцизского роддома, где сегодня с утра побывала наша съемочная группа. Планируя беременность, наверное, каждая женщина задумывается о предстоящих затратах. Ведь как ни крути, а тут не обойтись без всякого рода анализов и прочих исследований, которые до февраля нынешнего года были платными. Но вот уже несколько месяцев эти затраты полностью покрывает государство в рамках программы «На встречу Крохе». Получить все необходимое для исследований здоровья будущей мамы и малыша можно по специальному сертификату. Пакет, вернее не пакет, а сертификат, вручается каждой женщине при взятии ее на учет по беременности. В дальнейшем она каждый раз приходит на прием с сертификатом, доктор отмечает, что ей выдано, чем она воспользовалась. Женщина это все видит. В сертификате есть перечень всего необходимого. Она видит и может оценивать, насколько полностью мы используем наши возможности. Выдаются необходимые пробирочки, которые идут в забор анализов. И женщина обеспечивается бесплатным ультразвуковым обследованием. Многие женщины, побывавшие в стенах роддома, наверняка помнят длинные списки с перечнем медикаментов и гигиенических средств, которые требовалось приобрести перед поступлением в отделение. Благодаря программе Минздрава «Навстречу Крохе» ситуация в этой сфере изменилась кардинально. У нас по этой программе есть три пакета. В пакет для мамы входят одноразовая одежда, тапочки, средства личной гигиены, бумага, полотенце, жидкое мыло, вода, которая особенно летом очень пользуется спросом у наших девочек. В пакете народы есть все необходимые медикаменты для оказания помощи при нормальном их течении. Если вдруг какие-то есть отклонения от нормального течения родов, у нас есть еще один пакет для оказания оперативной помощи. Кроме того, приятным бонусным сюрпризом было то, что к этой программе присоединились поздравительные пакеты для мамы и малыша. Сегодня такой презент получила Галина Шевченко из Зугреса, у которой 16 июля на свет появилась малышка Анечка. На момент нашей съемки женщина готовилась к выписке. Подарочный набор, который презентовали роженицы медики отделения, стал для Галины приятной неожиданностью. В увесистой сумке обнаружились средства гигиены, пеленки, одеяльцы и даже одежда для малышки. Сегодня такой набор обошелся бы семье примерно в 20 тысяч рублей. У меня есть с чем сравнивать. Если вспоминать 17-й год, такой программы не было, приходилось немножко труднее. Очень хорошая программа. Да, я действительно мало затратила своих собственных средств. И все анализы были бесплатные по беременности, когда я ходила. И при родах тоже. То есть не нужно было собирать эти медикаменты. Замечательно. Мы очень рады, что эта программа запущена, работает в полной мере. И что у нас есть возможность оказывать помощь нашим женщинам в полном объеме в любое время. В Минздраве республики напоминают, что стать участницей программы «Навстречу крохе» может любая беременная женщина, стоящая на учете в женской консультации. В последние годы для развития инфраструктуры сферы образования Харциско было сделано немало. Ремонт помещений и коммуникаций, приобретение или поставки по гуманитарным каналам, оборудование для школьных пищеблоков и санузлов и тому подобное. С подключением нижегородцев этот процесс получил новый, весьма ощутимый импульс. Подробности в материале Оксаны Ветровой. Сегодня чуть ли не во всех сферах жизни Харциско как никогда активно кипит работа. А если где-то такая активность не наблюдается, значит здесь пока заняты подготовительными мероприятиями. Например, вчера в Харциском лицее номер 25 «Интеллект» генеральный директор нижегородского подрядчика внимательно составлял смету реконструкции пищеблока и столовой. Руководство Нижнего Новгорода поставило задачу сделать ремонт столовой школы, полностью все сметить, все замерить. На данном этапе только на стадии обмеров смета будет готова в ближайшее время. Все полностью, замена электропроводки, стены, полы, потолки, абсолютно все. В столовой лицея на переменах всегда многолюдно, замечает заместитель директора по учебно-воспитательной части Светлана Единак. Целыми классами школьники приходят сюда пообедать. Помимо этого в течение дня многие забегают в столовую за чаем с булочкой или куском пиццы. На конец учебного года у нас 605 детей. Наполняемость столовой у нас всегда очень большая. Почему? Потому что одновременно столовая принимает 100 человек детей в каждую перемену. Поэтому у нас за счет бюджетных средств питаются ученики начальных классов, их у нас 209, плюс 70 детей льготных категорий. То есть вот это те, кто за бюджетные средства питаются. И у нас дети питаются за счет родителей, поэтому всегда столовая у нас полна детей. Нижегородцы вчера собрали данные о состоянии помещений. Максим Солдатов все внимательно измерил и записал. На основании этих замеров и заметок будет составлена смета, закуплены стройматериалы. После чего бригада подрядчика приступит к ремонту пищеблока и столовой. В планах руководителей работ завершить ремонт до начала учебного года. Что ж, у нас нет сомнений в том, что нижегородским подрядчикам удастся до 1 сентября завершить все запланированные в лице работы. Остается надеяться, что союзным войскам тоже удастся еще до наступления осени завершить свою трудную работу по разгрому группировки ВСУ на Донбассе. С тем, чтобы детвора спокойно и без опаски отправилась в школу. Нашим солдатам и офицерам удачи в их нелегком и крайне опасном деле. И до встречи на канале ТВСФЕРА. В мае 1787 года Екатерина II заложила первый камень в строительство Преображенского собора. Так начался город Екатеринослав. Князь Потемкин задумывал строить его в античном стиле. Судилища наподобие древних базилик, лавки полукружиям наподобие пропеллии или преддверия Афинского, палаты государские, где жите губернатору, в окусе греческих и римских зданий, фабрики Суконная и Шелковая, университет купна с академией, музыкальную или консерваторией. К сожалению, преемник Екатерины II император Павел I повелел город переименовать в Новороссийск, а стройки по всей губернии остановить. В конце XIX века ренессанс Екатеринослава обеспечила Екатерининская железная дорога, связавшая город с угольными шахтами Донбасса и рудниками Криворожского бассейна. Недаром славный город на Днепре стал немаловажной составляющей Донецко-Криворожской республики, порушенной в угоду киевским чиновником от партии. В честь одного из них, Григория Петровского, 20 июня 1926 года и был переименован Екатеринослав в Днепропетровск. Через 90 лет название города изменили очередной раз, и все идет к тому, что это еще не последнее переименование. 20 июня над республикой проходит холодный фронт от Днепра. Днем переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха 26 градусов, западный ветер 5-8 метров в секунду. Ночью облачно, временами дождь. Температура воздуха 16 градусов, северо-западный ветер 3-6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова